Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данная видеопостановка, а все участники актёры. Также мы не пытаемся никого оскорбить. Сходство с реальностью это совпадение, а все персонажи вымышлены. Был татарин, я смотрел один татарин, у него отец татарин, мать русская. А у меня тоже был один такой, который доказывал, что он православный славянин. У меня два ролика было, когда татарин доказывал, что он русский славянин. Вы просто говорите. Вот смотри, Ренат. Много-много разбирался с этим, с булгарами, с этим, мать два чуть-чуть. Кстати, насчет удмуртов. Общался недавно с пацанами, которые сами по национальности удмурты. Блин, так на русских похожи вообще. Казалось бы, почему, да? Не-не, удмурты вот в армии были. Они, кстати, себя не скрывают национальности. Они говорят, да, мы финно-угорские, мы удмурты, мы гордимся. Да, 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 да. И они в основном, как ирландцы, рыжие. Вот у нас с вами были удмурты, они в основном рыжие. Я говорю, а что такие рыжие? А я думал, удмурты, ну, я тогда вообще ничего не интересовался, чтобы пацанинка была. Мне казалось, удмурты, это геранга, это там кухлянка, унты, вот так. А это же наши соседи. Я даже не обращал внимание, что вот и жерст. У меня есть канал по заработку в интернете, если вдруг кто-то не знал. Называется «Как заработать в интернете». Еще 57 подписчиков и будет 3000 на нем. Рассказываю про все возможные способы подняться в интернете, про сайты и так далее. Кому интересно, информацию оставлю в описании. Так, а у них есть своя республика или автономный округ? Да, у них есть. А, да, кстати, да. А, кстати, вот мне интересно, вот... В Морс? У нас есть автономный округ Гагаузи, вот про гагаузов, это тоже тюркоязычный народ. Да, 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 я знаю. Гагаузи, тюркоязычный народ. Ну вот они откуда? Они сами не знают некоторые своего происхождения. Точнее, знают, но у них разные версии у каждого. Так, нет, подожди, вот ты, я смотрю, раздвоевание, что-нибудь из каму, знаешь, как, смотри, как мог тюркский язык даже, вот, по одной версии, моей. Они, когда на Булгар, оказывается, я знал, что два нападения было, Булгаря сдерживало, а за ней Руси, в Москве идет, а здесь хазарские государства, хазары жили. Это, блин, двое истинное племя такое, хрупое. У них иудаизм был. Я знаю, но там ислам тоже был с христианством? Нет, там у них иудаизм в основном. В основном, но там было по большей части иудаизма, но ислам и христианство тоже там был. Было. Немаленький процент. Ну смотри, когда в Булгарию четыре нападения, оказывается, было, я сегодня целую передачу посмотрел, четыре нападения было, вот они не выдержали. Монголы их все равно сняли, а потом только начали сделать их посадами. А воссальные государства, это Улу, Золотой Рожде, они должны посадить кого? Воинов. И эти Булгары, то же юноши, стали воинами этого Монгола. А, поэтому назывались Монгола-Татары? Нет, Монголы-Татары, я же объяснял. Не-не-не, вы говорили, что, ну точнее, я до этого тоже знал, что Монголы, это не только Монголы, а Монгольские народы и Татарские народы, там, Тюркские народы. Нет. А как? Татары, слово Татары. Не, я имею в виду, когда говорят Монголы-Татары, мне имеют в виду только Монголы и Татары. Монголы-Татары, как бы условно, понимаешь? Потому что эти писали, Татария, там так запутанно. Но как язык мог перемещаться? Во-первых, великое перемещение народов было. Как вот Булгары, сейчас Булгары в Булгарию пошли, сейчас туда пошли, сейчас, наверное, на Украине остались, ассимилировались. Монголы там дохрена этой булгарской. Одни пошли, вот мы, мои предки, пошли в Устье, в Волгий, в Камы. В Румынии есть Дунайские Татары. А? В Румынии есть Дунайские Татары. Знаю. И даже, вот знаешь, Чарльз Бронсон, как бой играет всегда, да? Я не знаю, нет. Может видел, но не знаешь, его так зовут. Он Литовский Татарий. Марьяна, вот который сериал был, не Марьяна, а Мария, Мария сериал. Вот она Татарка, она приехала в Казань, ты можешь найти, в Казань приехала, ты вот это, ты лезешь на него поток, когда в мечеть ходила, тоже Татарка. Так что переселение, это не важно, в лесу. Ассимилировались, это не значит, что они исчезли. Ну, это понятно. Да. И когда в ДНК сидит, смотришь, такой же, блин, сидит там, я не знаю, я сегодня смеялся, жене говорю, вот на этих русских я, если смогу, там фотошоп делал, на всех малахаи монгольские одежды. Начал подбирать, фролов есть там один такой, потом еще один, еще один, еще один. Я смотрю, вот у меня глаза крупные. А у них, блин, щелочные. Вот чистые монгольские типы лица. И вот я на них надел и сделал такую фотографию, выставлю обязательно. И тут пишу, русские, чисто русские славяне. Кстати, да, 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 да. Да вы посмотрите даже на вот этих видеоблогеров, которые топят за Путина и так далее. Да там половина тоже. Да вы на Мальцев посмотрите, у него тоже самое. Ну, у него... А, кстати, я помню, как вы говорили, что типа, вот Мальцев научился, Эрдоган говорит. Вообще, насколько я знаю, сами турки говорят Эрдуан, а не Эрдоган. Конечно, Эрдуан. Да, а у нас Эрдоган. Это русская интерпретация. Но дело в том, что, когда человек, вот я его слушал, если какой-нибудь англичанин, там со сложной фамилией, он, блин, трын. Кстати, кстати, говорите. Если американец с какой-то сложной фамилией, он трын. А если какой-нибудь, как принято здесь на Руси, какой-нибудь чурка, мусульманин, мусульманин, я имею в виду, здесь у него, блин, он как бы не может. А, кстати, я вот сколько знаю, я слово чурка давно слышал, но вот у нас даже в селе, но мы говорили, что чурки это бревна, но людям чурки не говорили. Ну, чурка это же бревно, так? Вот такая палка. А у нас, кстати, длинная палка называется пружена, а бревно вот колет. Что ты колешь? Чурку колю, вот так. Здесь, видишь, фамилии, у русских фамилий не было. У них были клички Бровка, Иван Бровка, Иван Сапог. Даже когда вот эта Чудская битва была, я рассказывал уже, Панасенков, послушай его, Панасенков, Чудская битва, на Чудском озере. На береге, послушай, вот там перечисляют имена, кто там был. Там шесть, шесть человек на шесть человек, там шесть-семь человек, вот такая битва была, стычка, ну, встретились, и видали, да, вот так, 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 вот. И один из них, Дручиво, вот такие имена у русских были. Ну, не у русских, вот этих, ну, конечно, Дручиво, вот. Осляда, Дручиво, у них вот такие имена были. И вообще, когда Петр Первый, я смотрел, фильм, я обратил внимание на такую вещь, он играет его, Иван, потом уже начал называться, Иван Сын Бровкин, отчество у них было так приблизительно, Иван Сын Васильев, не было Васильевич Петрович, Гадя Петрович, блин, Галенька, скажи мне, я поржался, помнишь Гадя Петрович? Не, может видел, но не помню как. Ну, посмотришь, Гадя Петрович, там, в смысле, смешная такая сценка, в КВН, этот, как его, и у них потом только пошли вот эти, а фактически у них были Бровка, потом стал Бровкин, Валенков, Олейников, я не знаю, там, Лучников, там еще какие-то, они фамилии из этого, как его, из прозвища брали, и прозвище ложилось на весь рот. Так что здесь вот, говорит, вот эта территория, она вот до прихода славян, она же была заселена. Ну да. Она была заселена. А заселена кем вопрос второй? Финолгорский народ. Летимар-2, Эльзи, да-да-да, Эльзи. И булгары туда пришли. Они отдельно, как тебе сказать, ну отдельные люди со своим языком, они туда, они пришли. Не знаю, я спрашиваю у Эрди, языки-то одинаковые, разнятся. Вот у нас с башкирами вообще в принципе не разнится язык, но произношения у нас разные, потому что, ну например, там мы говорим щиты, мы щикаем, щикаем. Даже есть новгородские татары, они цикывают. Мы говорим мы щега мы щега ворок кирдем да ща и щепутрам. Щай и щеп. Щай это чай и щеп. Они говорят манцага. Манцага борт кирдем цяй и цик. Понимаешь? Ця и ця. Но они цикывают новгородские. Я сам не знал до этого поля, просто нарвался. Блин, я всех собрал. Смотрите, как разговаривают, интересно. Интересно же, да? Ну это да. Есть татары мещары. У нас как-то, не знаю, у меня бабушка ругала, мещар. А дед ругался кирошин. Крещеные татары. Есть же у нас? Да, да, да. Вот которые у меня родственники татары, они крещеные татары из Казани. А, так у них это и фамилия русские, и все русское. понимаешь, понимаешь, Не-не-не, у тебя фамилия была... Да. Только еще у меня есть татары. Вот у меня где-то у меня ловушечка помнила Малай. То есть, Кстати, кстати, насчет Малая. Да, я просто извините, перебил. У нас есть в Украине... я в Молдове живу, но в Молдове есть такая фамилия как Малай. Малай? А я насколько знаю, это мальчик маленький, да, что-то такое? Да, да, Малай это мальчик. Вот есть в Украине и в Молдове такая фамилия Малай. В Румынии тоже есть. Ну, по полной взять, вот, например, ты меня спроси, если спрошь, ты чистый тотальный, я сомневаюсь, что я чистый тотальный. Ну, понятно, я тоже сомневаюсь, что я чистый украинский. По-любому, кто-то там был другой национальный. Ты что ты, блин, столько веков. Во-первых, Екатерина, когда Ушаков забирал в плен турков, ну, он подешал там на Черном море, всех турков и Украина это, Екатерина приказала отправлять в Казан, поближе к своим. И турки здесь ассимилировались вполне возможно во мне турецкая кровь или еще какая. Там же тоже были как те сказали. Это сейчас вот мы остановились на 3-4 на 7-е поколение. предположим. Вот мы, мол, татары, ну, я сомневаюсь, сильно сомневаюсь, понимаешь? Потому что здесь браки, а вот сейчас чем дальше в лес, тем больше дров, наши девчонки, вот я иду по парку гуляю, смотрю, татар морды забрал, и татар морды забрал. Еще, думаю, наши ликвидки, или они их клеят, свои, знаешь, какие-то грубоватые они, они могут нахер послать своего мужа. Наши же мужа, как бы, это, понимаешь, да? Ну, да, у тех, наверное, матриархат, у мордвых, семьи, в семьях. А у нас патриархат, и в патриархат везде семья, те, которые родители прошли, посмотрели. Вот я родитель. Я родился, я бегал по ценам, я даже не думал, что я татарин или кто. Ну, я тоже. В тот момент, когда мне не стали указывать на мое место в этом обществе, а когда стали указывать, я начал там драться, зауважали через кулак. Вот так вот получилось. Ну, как-то сказать, завоевал свое место по ценам. И Акуты, и Морийцы это последние язычники в России, я такое слышу. Не, ну, Морийцы, я не видишь, у меня Морийцы один есть, Гена Мухаммедов, мусульманской фразии. Да. Но тоже его и Ивану, и Дингир. Ну, Дингир, приходь, к нам, заходи в бригаду Дингир. Фамилия Дингир. Я по фамилии вижу, что это фамилия Гена у нас горит, Йонган у нас сгорело, а он Дингир. Понимаете? В русском языке нет такого. Ладно, я ему говорю, слушай, ты, кто там самец? Он говорит, я православный, православный, я говорю, нет такого не самец. Ты Морийцын, наверное, но я вижу по лицу. Он был обоглазый, светлый, но, как сказать, мордачники, но есть такие вещи, которые ешь. Ну, я знаю, трудно объяснить, там сразу можно понять это по национальности. Это вот так же, как и отличить бурята от казахов. Ты же Морийц. Он говорит, вот, крестик, я православный. Я говорю, да блин, это вера. У меня племянник, племянник мой, он христианин, ходит в баптистскую церковь. Я знаю, что есть христианское государство в России было, у православных. Они начали нормально вот это кошмарить, они там и бизнесы начали отжимать. Вот это, есть исламское, а христианское тоже свое. Там они начали кошмарить кинотеатры даже, вот когда, они же, вот они запретили, ну не запретили, а помешали показать некоторых кинотеатрах Матильду. Хотя я не знаю, что в этом фильме такого было, мне кажется, ну скучный фильм, я смотрел, мне не понравилось. Я так говорю, у меня привычка, я же преподавал, ты не знаешь, я как, ну что, я без запятых могу два часа говорить, без запятых слушаю. Во, а я, кстати, могу нормально обосабливать запятым, я же учился в русском классе в Молдове, потому что украинского не было. Ну как, мне потом написали, что вот, на самом деле, в Кишиневе есть украинские школы и так далее. Да, есть, но там, но там я родился, там в селе моем не было, там были только русские и румынские классы, вот так вот. Хотя, казалось бы, там большая часть в русских классах, ну я уже говорил, 95% украинцев были. Я сегодня занялся молдавские танцы смотрел, и... А, хайла хор, один молдова, жок. Одинаково, одинаково. И вообще цуки-цуки посмотрел, и вообще на, знаешь, да, цуки-цуки? Нет, не слышал. Ну, на период, послушал. Ну, может, я слышал, может, не так понял. И что? Ну, вот я сравнивал, одинаковые. С кем? Одинаковые танцы. Я к языку прислушивался, я же не знаю, молдавского и румынского. А, произношение приблизительно одинаковое. А, вы сравнивали молдавские и румынские танцы? Да, да, да. А, так они идентичные, вот в чем прикол. Да, я про что говорю. Я почему сравниваю? Я сравнивал, например, турков. О, кстати, вот эта румыния воевала в Турции, там Штефан Челмарий был, может, знаете, стой. Конечно. Тур, турецкая османская империя. Во, он с османской империей, вместе и казаки были. тоже там. И там они, блин, с кем только не воевали. Они вообще... Кстати, Штефан Челмарий, чтоб вы знал, один раз только проиграл, по-моему, и все. И то я не помню, кстати, кому проиграл. Сколько он воин делал, он только один раз проиграл, вот. Но это история такая, Румыния и Молдовы. Ну, как это, да, такой. И к Украине это тоже относится, потому что украинцы, что же казаки воевали с Штефаном. Там потом румыны выкупали казаков, с Плеяна было такое. Для справки, эту, как ее, знаешь ли такое, Гульнава Абдуллаеву? Нет. Ты, я тебе просто, чтоб не забыл. Это случайно не премьер-министр Румынии, который татарка? Нет, историк. Потому что премьер-министр Румынии татарка. Вот, Гульнава Абдуллаеву, сейчас скопирую. Она крымская татарка, ваша соотечественница. Это значит, она историк. Она олез меня на толку на Конотопскую битву. Через нее я узнал, как Рыж фасу данную Украину, как они выгодские такой был, там, Летман у вас. Потом, как осады Москвы было, как украинцы осаду Москвы делали. Я через нее много чего узнал. Совместно с Мухаммедом, Гераяем, все вот эти вот сосредоцения, со своими широтными шагами. Ну да, кстати, это да. Вот. Через эту Гульнаву Абдуллаеву ты много историй знаешь про свою Украину, про Лидию Батвичину. Она меня касается. Почему? Потому что я понимаю, там вычеркнулись из истории то, что когда нападали осады Москвы, там наверняка должны были быть булгары, поскольку Мухаммед Гераяем брал дань. Мухаммед, не болгар, а болгары брали дань с Москвы. Болгары таким же уносом были в Золотой Родине, как и Москва. Понимаете? А Мухаммед Гераяем брал осады Москвы и брал дань до 1700 он еще этот первый она говорит, Гульнаву Абдуллаеву. Она не просто вот такой разговорник Кахея, она историк. Я она основывается на документах, она объясняет, показывал даже документы. Картюр. Цари до Петра Первого значит были все татарами из этого из Крыма, скорее всего. Ну, мы же говорили там Борис Годунов, вот этот и так далее. Да, 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 и там все цари, все без... Вот этот даже спорить глупо, Иван Грозный 100% татар. Он татарин, это понятно. Тем более, у него же на шапке написано Аллах Мухаммед. Да, но он в руках держал, кстати, вот это там где крест, я не знаю, как это называется, но вы видели. Там скипетр и... Блин, ты, ты забей, у Гундяева вот здесь были письмена арабские, у Гундяев, знаешь... Гундяев, кстати, насчет Гундяева, Гундяев это так-то мордовская вот эта тема, он наполовину Мордвин, насколько я знаю, Патриарх Кирилл. Не наполовину, он полностью Мордвин. А, полностью, я помню, где-то читаю, ну, тем более, а он даже на лицо его посмотреть. Ну, да, естественно. Почему не про Финляндию там что-то он рассказывает? В Финляндии их спасало. Было время, вы же знаете там историю, как финн-угры бежали в Финляндию? Было такое? Да, 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 Вот. Что-то он там про Финляндию говорит, что Запад плохо, а так-то, как его предков финны спасали, он это уже забыл. Такие же финн-угры, как его. Ну как, финны меньше, вот это, они же не так монголоидные, потому что есть вот эти, которые Мор-2, там же есть некоторые более монголоидные, чем вот финны. Финны более европеоидные, ну, какая разница, и то, и то финны. Ну как, финны-угорские народы, да? Мне кажется, это мое увеличенное мнение, я, может, ошибаюсь, просто надо было прилипеть, все-таки русские никуда не лезут, ни к славянам, никуда, ни сюда. Они поближе к Европе хотят, понимаете? они считают, хотят считать себя европейским, поэтому привлекли на армии селективно, финны-угорные назвали, практически они никакие, не финны, финны, вон, карелы, между Финляндией и вот этой Мордовией, блин. Кстати, я знаю, я говорил с карелом один раз. Да, да, Финляндия от Мордовии очень далеко, поэтому они просто Мордова, блин. Но не хотят, они, ну, кому? Ну, хоть англо-мордвины, блин. это как те говорят англо-саксы, вот в новостях некоторых там этих, новоросских, там где обзывают все, кто в Англии, Франции, англо-саксами, да Кетти. Ну, они же говорят, что они финну, так у них же язык даже похож. Да нет, не пропустят. Не, почему? Они сами говорят, что они понимают некоторые слова. Вот я же говорил с Удмуртом, они говорят, что финские слова понимают. они же понимают, карелов, карелов, может понимают, но финанс, наверное, нет. А, кстати, вот это интересно, вроде бы Финляндия выиграла, Россия, Карелия все равно Российская империя отошла. Ну, точнее, не Российская империя, а уже Советская Россия. Но там на самом деле был долг, чтобы Россия больше не нападала на Финляндию, они отдали вот это, отдали Карелию. А ты представь себе, если Финляндия проигрывала войну, ты представь себе, что там было? Там был, я вообще не считаю. Так сейчас в Финляндии вы знаете такой закон, что если кто-то ворует, ну, например, голодный какой-то своровал в магазине еду, то его за это не посадят, даже ни административки, ни уголовки, ничего не будет. И если там еда скоро, вот через неделю уже у него будет срок годности истечен, то вообще еда чуть ли не бесплатно продается в магазине. Это же новые вот эти законы, которые там два года назад были. Ну, в общем, цивилизованное европейское общество. Это хорошо. Я с немцем когда разговаривал, он через Украину зашел, я... Ну, понятно, что бомбили на украинцев, я знаю. И он мне рассказывал, он в Новосибирском немеце там живет, и говорит, ну, там зарплату, там мясо, молоко, я, жена, задает вопрос, ты задай вот это, вот это, вот это. Я, по-сам, очень хорошо живу на ней, и заработная плата у нянечки 9000 евро, вот она у меня, моя жена, как-то, мальчика. А, он уже в Германии, он сам был в Новосибирске, да? Сам жил в Новосибирске. А, я думал, что он прямо сейчас в Новосибирске, я перепутал. Нет, на народу он герой. Я его спросил, а у вас бомжи есть? Он говорит, не бомжи, а алкаши. Бомжей нет, кто-то по алкаши есть. Я говорю, хорошо, а это, вот, то есть чистый татарк, в Сибири. А, ну? Похоже на Молдаванку, кстати. А? На Молдаванку похоже. Ну, вот такая татарочка. А дочь у меня вообще светлая. Вообще светлая. Ну, кстати, я заметил, есть татары, которые очень-очень светлые, даже светлее, чем некоторые, да даже большая часть славян, которые, волосы белые, блондины, и светлые, голубые глаза. А, это как? У меня, у меня зять, зять, у него вся ровня такая, они чистые татары, они все рыжие, ну, я рыжие называю, почему? Как, у меня дочка, вот видишь, вот это, вот такие волосы, желтые были, вот соломые. Я говорю, вот ты моя мордовочка. Мордовка получилась, у нас мама светлая, и поэтому и так. Так что всякие, идицы они. Про человек говорить-то начал, да иди, вот старость не радуется. Про Финляндию? А, нет, про немцев. А, да, про вашего друга. Да, 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 он еще, еще старее меня человек сидит. Это да, и немец говорит, то, что там 470 долларов платят этим, кто там находится на территории Германии. Я говорю, я не понял, гражданам ты имеешь в виду? Он говорит, нет, если ты будешь находиться на территории Германии, тебе тоже будут платить 470 долларов, долларов, евро, в месяц. Я говорю, просто так, что ли, будут давать? Он говорит, да, просто так. Блин, я говорю, ну, ни хрена, у вас бомжи живут, не бомжи, алкаши живут. Нам бы алкашам такие, у наших алкаши, смотри. У него обязательно нет паспорта, у него обязательно никаких документов нет. Даже иностранных? Ни ты их нельзя. Никак, ничего нет, ничего. Документов. Просто у меня друг с бомжевался, я у него спрашиваю, паспорт-то есть? Да, жопа из бочка торчит, только жопа. А как можно паспорт, у моей лица, потерять, мне интересно. Да не паспорт, их дурацят же, они же пьют, могут продать, а там перебил фотографию, там я не знаю. Ну, в целях махинации, я знаю. У меня было такое, что я ходил по селу и нашел свидетельство о смерти. Да, шел, шел, и там, там есть заброшенные дома тоже. Я как-то с друзьями в один такой, ну, не в дом залез, а на, я, кстати, на убору, по-вашему. В общем, во двор зашел. А там в двор открытый был. Я как-то залез на дерево, спустился, вижу в кустах там что-то такое, свидетельство о смерти. Я аж офигел. В молодой же есть свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, когда человек умирает, ну, не он получает уже, но получается свидетельство о смерти. Вот, и вот так я нашел документы в своей жизни. А потом еще один раз был паспорт, нашел, когда ночью там еще, ну, я с родителями шел, там был праздник, короче, в селе, и с центра мы шли домой, и там, короче, мы нашли. Вот такое. Ой, про бомжей. Ну, про бомжей. Вот они, пожалуйста, 4,70, я говорю, как, просто так плать, да, когда они берут 5 дней, и пьют. Ну, а работа предлагает, там, драка социальная предлагает, там, жилье, там, что он начал, ну, переобразовался, и начал новую жизнь. Это немец мне рассказывает. Вот, и так и так, обязательно, социальная служба работает с ними, пытаясь, я говорю, блин, я, вот это меня поразило, почему? Человек не брошенный, у него есть на что кушать, а то еду на машине, жопа из бачка торчит. Я, блин, думаю, сейчас проеду, но, блин, совесть так грызет, садака надо дать, садака, это по нашему, как бы сказать, по вашему, милости не подходит, но доброе дело, как бы, сделать, да, для человека, вот так вот, там, другое значение, но приблизительно, милости не. остановил машину, я говорю, ну, пошли, говорю, в магазин, взял, там, молока, хлеба, там, как оно называется, пошли, такой, как колбаса. Нарезанное, нарезанное, вот это, или как? не, не, не нарезанное, прям, вот, как цельное, и ему купил, дал, все такое, вот, я дал, там, копейки, копейки это стоило. Ну, понятно. Я про че говорю-то? Да каждый, если по этой копейке даст, у нас голодных не будет, вот в чем дело, блин. У нас не будет голодных ни одной семьи, если каждый по копейке. А вот это вот, знаешь, вот, безучастность, да, вот, например, неосознание того, что ты являешься, короче, гражданин, в общем так. Да, но я из других побуждений, потому что я, что в Раву, я же мусульманин, не забывай, у меня есть побуждение таких, СОАП за Раву. СОАП это благодеяние, которое будет за меня говорить на том свете. А не нужно специально делать, нужно делать о чистой души и даже не думать о том, что какой-то благодеяние. Да, и именно ты должен НИЯц взять. У нас такое есть понятие, АНИЯМАЛИГИМИЯ. Это я на арабском сказал, переведу сейчас на русский. АНИЯМАЛИГИМИЯ. Вообще не нужно думать про религию, когда вы что-то хорошее делаете, просто сделали еще? Нет, дорогие, дела по намерениям. Если я намерился, даже кому-то доброе дело сделать, споткнулся, упал, не дошел до туда, это как дело мне записывалось, потому что мне было намерение. Но если я, как-то такой, собрался, у тебя украсить сапоги, но у меня не получилось украсить, потому что сарапа у тебя злая, считается, как будто я их украл, потому что у меня было намерение. Надо, вот это да. головой. Если только намерение какое-то появляется плохое, ты, блин, пошел, намазы сделал, чтобы оно исчезло, намерение даже говорить не держало. Понимаешь? Надо, правда, все поднять, а потом достать. Весь такой, замызленный, обтеканный, ну, ну, что же все делать? Один шаг до этого бачка, вот что он делал. А, кстати, у вас там есть мордвины-мусульмане? Конечно. Так, а как? Они же, по большей части, христиане, или кто у них там? А, они говорят, что они уже татары. Есть, есть. А, я помню, что вы говорили, что часть говорили, что они русские, и другая часть, что они и татары. Мы их называем мещеры называем. Мещеры, а это что, как переводится? Мещеры, ну, там я читал, кто мещерский татар, мой сын мне позвонил. Пап, оказывается, мещеры-то это морда исламизированная. А, это, наверное, когда вот эта золотая орда и так далее было, да? Нет, ну, слушай, ну, монголы же не были мусульманами, они же у них были свои тенгри, вот это, а потом уже золотая орда не откололось, и мусульманство приняли. Хорошо, ты смотри, вот идентичность. Булгарская государство, все говорят на булгарском языке, и сиансы там, халерничают. Да, сейчас булгарцы славяне как бы. Да, и вот. У меня, кстати, друзья из Булгар, но они тоже такие тёмненькие. Ты находишься в этом булгарском государстве, и там живы. Во-первых, ты язык начинаешь клакать, да? Твоё поколение, уже твои дети свободны говорят на этом языке, им надо какие-то там эти преференции, какие-то должности там или что-либо, уважение. А это если примёшь ислам будет такой, Да, 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 да. И то же самое здесь Румынии. Это как гагаузы православия в Румынии принимали, потому что они были мусульманами сначала, они же огузы вроде как. Там у них разные, некоторые говорят, что они болгары, типа с турками, другие, что они там, у каждого есть своя версия, у каждого гагауза своя версия происхождения его народа. Но все говорят, что у них язык реально похож на турецкий язык. Они же там даже вот это телевидение турецкое смотрят, всё понимают. И они сами же разные. Есть гагаузы, которые больше на азиатов похожи. У меня есть друг гагауз, он вообще светлый, светлые волосы и так далее. Он похож больше на еврея. В общем, есть разные. А есть, которые больше на Кавказцы похожи гагаузы. И молдаване тоже же есть разные все. Есть больше, которые похожи на украинцев. Есть, которые похожи... похожи. Так, тем более, я вот знаю одного... Чернявые. Да, так я говорю, которые... Чернявые всякие есть. Вот, я знаю одного украинца... И украинцы я смотрел, блин, ну вот это... Ну вот я типичный пример, я же не особо-то и светлый. Хотя у меня все украинцы, вот у меня там два ролика с дедушкой, может видели на моем канале, там где дед рассказывал у меня. Не видели? Нет, нет, нет. Ну у меня там есть, у меня же деду 92 года, у меня там два видео, я дед рассказывал, как он там воевал, один, но он еще ветеран Второй мировой войны. Потом он рассказывал, как он в действии еврея обманул. Вот, вот можете посмотреть, да. Это моя казанка. Я понял. Ну она быстро прошла, кстати. Ну она быстро, но волосы обманул. А, ну да, светлые. А у нас тоже, у нас вот это, смотри, честно, даже у меня, у меня же есть родственники татары. Ну у них там аж 5 детей, у татаров много детей в семье, да? Потому что у меня у брата, он наполовину татар, наполовину украинец, у него 3 ребенка в семье, а у другого 2. Вот у второго 2 дочки, он хочет сына. Он говорит, пока у него не будет сына, то он не остановится. алина, алиса. Алиса. Продолжение следует...